Дорогие братья и сестры, вас сердечно поздравляем с уже наступившим церковным новолетием, с началом нового богослужебного года. И вот первым праздником, первым великим, двунадесятым праздником этого богослужебного года является праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Это поистине величайшее событие, потому что с рождением Божией Матери Господь даровал миру великое утешение, даровал великую радость, потому что с ее рождением уже приближалось исполнение времен, исполнение всех пророчеств о скором пришествии Христа Спасителя, обетованного Мессии. Этому событию предшествовал целый ряд событий, но нам важно с вами то, что ее родители, бога родителей Иоаким и Анна, долгое время не имевшие детей, почти всю свою жизнь терпели поношение и презрение от людей, от соотечественников, от своих родных, потому что в то время бесщадие считалось большим грехом, потому что ожидали люди пришествия Христа Спасителя, и каждый надеялся, что если не в его потомстве, то в потомстве его детей дали родиться обетованный Мессия, Избавитель, Спаситель, и его потомки, его дети сядут в числе ближайшего окружения нового ожидавшегося царя-освободителя. И вот Иоаким и Анна, не имевшие детей, терпели поношение, терпели унижение. Однажды, пишет нам предание, Иоаким вошел в храм принести благодарственную жертву Богу, но его жертву не принял первосвященник, сказал Иоакиму, «Ты не имеешь детей, соответственно, и Божьего благословения, поэтому и жертвы твои не приемлются». Опечаленный Иоаким ушел в горы к пастухам, которые охраняли его стадо, и там долгое время пребывал в молитве, прося Бога о даровании им детей. В это же время и праведная Анна, будучи в печали, в слезах, гуляла по саду и увидела гнездо, увидела птенцов и воскликнула, «Горе мне, Господи, я не имею детей, не имею потомства, я не могу даже сравниться с птицами, потому что они многоплодны перед Тобою, я не могу сравниться с морем, потому что море имеет рыб, не могу сравниться с землей, потому что и земля приносит свои плоды, а у меня нет детей». И вот Господь, слыша это стенание, эту просьбу Отца и моление Матери, Он послал Ангела с благовестью о том, что в этой семье родится преблагословенная Дева, Ангел назвал и имя будущего младенца, говорит, назовете вы ее Марией, и так, как вы обещали посвятить ее Богу, так и посвятите на служение Господу. Это обетование родительское в действительности исполнилось в будущем. Иаким вернулся домой после моления в горах, его уже с радостью встречала его супруга праведная Анна, она поведала ему о благовестии Ангела, и Иаким пришел уже успокоенный, будучи уверенным в том, что у Бога не оскудеет его доброе моление, и Господь, видя их хорошее намерение иметь детей, благословит это намерение. И действительно, в скорости в этой семье родилась девочка, назвали ее Марией по Божьему указанию. И вот родители, конечно же, не могли нарадоваться этому Божьему дарованию. Это была радость для них, была радость для всех родственников, потому что все понимали, Господь благословил эту семью. И действительно, люди, которые знали Иакима как доброго, милостивого человека, знали его как смиренного человека, они в этом еще раз убедились, что Господь его любит, и Господь его семью благословляет. Потому что Иаким в то время был человеком довольно состоятельным. Он имел свой скот, свое стадо. И знаем мы из предания, что он постоянно милостыню оказывал и в праздники, и в целом нуждающимся людям. И о нем молва шла, как о человеке смиренном, и о человеке милостивом. Но вот единственное было большое исключение, они тогда не имели детей, и считалось, что Господь не дает им детей за их какой-то тайный грех. Но вот теперь великая радость. Господь снял это поношение. Они родили Пречистую Богородицу Деву Марию, и по своему обещанию посвятить ее на служение Богу, они в трехлетнем возрасте девочку привели в храм Господень. И с того времени Божия Матерь уже воспитывалась при храме, полностью посвятив себя на служение Господу. Для родителей это было большое утешение, была большая радость, тем более, что рождение каждого ребенка мы воспринимаем с великим ликованием. Ребенку радуются все, его особенно торжественно принимают дома. Уж тем более радостью исполнились сердца людей, встречавших Преблагословенную Богородицу. Она родилась как великое Божье утешение не только для родителей, для праведных Иоакима и Анны, она родилась как великое утешение для всего рода человеческого, потому что с ее рождением приближалось время пришествия в мир, время Рождества Христа Спасителя. Это событие запечатлено, отмечено великим двунадесятым праздником. Церковь особенно торжественно празднует Рождество Божией Матери, и нам важно то, что в новом наступившем богослужебном году этот праздник является первым богослужебным чествованием Дня Памяти, тем более Дня Рождества Пресвятой Богородицы. Это величайшее событие, это действительно начало нашего спасения, потому что в мир пришла Бога-отраковица Мария, которая должна в будущем соделаться Матерью Христа Спасителя. Это событие, братья и сестры, оно важно, безусловно, и для каждого из нас, потому что, во-первых, с этим событием приближалось Рождество Христа Спасителя, нашего Спасителя, который даровал нам с вами возможность наследовать Царствие Небесное. Даровал здесь нам обилие благодати для прохождения жизни земной, для прохождения ее по возможности в благочестии и в святости. К этому, безусловно, призывается каждый христианин. Это событие важно и для людей семейных, потому что оно подчеркивает еще раз, насколько велик и ценен дар рождения детей. Это не естественное следствие супружеской жизни, это великое дарование Божие. И то событие, которое мы сегодня празднуем, это еще раз подчеркивает. Праведные Иакимиана прожили всю свою жизнь, достигли уже лет преклонных, они, можно сказать, состарились, но не имели детей. И вот, когда Господь даровал им дитя, это было ликование для всех, это великая была радость. Поэтому и мы должны помнить с вами, что когда Господь дает эту возможность рожать детей, эту возможность нужно принимать и за это Бога благодарить. Это великая милость, которой Господь посещает род человеческий. Нам важно с вами помнить еще и то, что когда родители дают обетование, дают обещание Богу в чем-то, это обещание перед Богом нужно исполнять. Ведь праведные Иакимиана дали обещание, если родится ребенок, без указания мужеского пола или женского, будет это мальчик или это будет девочка, они обещали, что ребенка посвятят на служение Богу. И они девочку посвятили действительно для Божьего служения. Мы, когда даем такие обетования, должны понимать, что мы ребеночка должны воспитать в благочестии. Ребенок должен вырасти в вере в православной. Он должен расти хорошим, благочестивым человеком, должен помнить, что все происходящее в жизни происходит по Божьему благословению. Если это радость, Господь поддерживает, утешает. Если это скорбь, Господь где-то нас останавливает, пробуждает, заставляет задуматься о том жизненном пути, которым мы идем. Вот в таком добром настроении должны и мы с вами воспитывать детей. Важно нам и принимать детей, и воспитывать их, и за этот дар Бога благодарить. Всех вас поздравляем с этим великим праздником. Вам пожелаем, чтобы Божье благословение, которое почило на праведных Иоакиме и Анне, чтобы оно почивало бы и на ваших семьях. Пожелаем, чтобы это Божье благословение, милости, утешения и радости почивало бы без исключения на каждом человеке, потому что Господь пришел спасти род человеческий. И важно нам с вами этим дорожить, это помнить и за это Бога благодарить. Пожелаем вам, чтобы и молитвы при благословенной Деве Марии почивали бы также на каждом семействе, чтобы с помощью Божьей, с ее святыми молитвами и нам в жизни становиться бы лучше, так, как в будущем возрастала уже Пресвятая Богородица. Всех вас поздравляем еще раз. Вам пожелаем милости Господней, Божьего благословения и молитв при благословенной Деве Марии. Поздравляем вас. Продолжение следует...